МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из первых основных разработчиков советского ядерного оружия, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии, был награжден Орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Все это о кандидате физико-математических наук Николая Александровича Дмитриеве. Имя талантливого математика и физика может быть присвоено проезду, соединяющему улицы Академика Негина и Лесную. Эту инициативу выдвинули ВТМФ Рафиацвнеев и поддержали в комиссии по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. Пока здесь огороженная забором стройплощадка, которая совсем скоро превратится в новый жилой квартал. Проезд, вдоль которого стройными рядами вырастают таунхаусы, еще не оформился в улицу, но о его наименовании уже задумались. Ветераны Рафиацвнеев и сотрудники ИТМФ вышли в городскую думу с инициативой дать проезду имя выдающегося ученого, математика и физика Николая Александровича Дмитриева. Он родился в Москве в 1924 году. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он уже закончил школу и поступил в МГУ. И учась в МГУ он уже начал работать с математиками-профессионалами. Академик Могоров очень имел хорошие виды на него. С детства он уже обладал уникальными математическими способностями. Ну и не только он и физик. Он, понимаете, человек, который универсальный ученый. Он математик, чистый математик. Он математик-прикладной. Он математик-программист. Он физик-теоретик. И все это в одном лице. В 1948 году Николай Александрович приехал в Саров, чтобы применить свои знания и способности в работе над советским атомным проектом. Он работал вместе с Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем и Андреем Сахаровым, внеся огромный вклад в развитие теории ядерного заряда, который сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира. Когда начали делать атомную бомбу, в 1948 он приехал. А в 1949 году он был уже награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 25 лет. Он действительно и в первой атомной бомбе, и в последующих атомных бомбах, и в первом термоядерном заряде, и в последующих он везде вложил свой труд. Поэтому он является, конечно, основательным с точки зрения физики, с точки зрения математики. Труды Николая Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий. Большинство теоретиков и математиков учились на его работах. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий, обладатель Ордена Ленина и двух Орденов Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриев, по словам Анатолия Агапова, был человеком невероятно скромным. Всего себя он посвящал науке и работе, не требуя к себе внимания и особого отношения. Академики к нему приходили за советом, спрашивали. А он знал, что он делал одно дело. И вот все теории, которые там есть, у него много научных трудов, которые он занимался, я не могу говорить, но как математики будем говорить. Они остались до сих пор и живут еще, и поработают. И те программы, которые он создал, первые ВМ, которые пошли, и он сразу начал готовить к ним программы. И они до сих пор как бы совершенствуются. Анатолий Агапов с восхищением рассказывает о Николае Дмитриеве. Начальник научно-методического отдела РФЦ Внеев и один из членов комиссии по наименованию улиц уверен, великий математик достоин того, чтобы его имя увековечили в названии улицы. Про Дмитриева ходят легенды. Говорят, что он мог в уме складывать огромные числа. А о масштабе его таланта можно судить по одному курьезному эпизоду. Когда в стране появились первые громоздкие ВМ, руководство Внеев обратилось к академику Андрею Калмогорову за советом по внедрению этих машин, на что Калмогоров ответил. Зачем вам ВМ? У вас же есть Коля Дмитриев. Он на самом деле легенда, потому что он мог придумать, у него родились идеи, рождались идеи, которые он математически записывал. Понимаете, это свойство не каждый человек, способен сделать теорию, превратить в математику. Инициативу о присвоении новому проезду в районе улицы Садова имени математика и физика Николая Дмитриева депутаты рассмотрели на одном из последних заседаний Думских комитетов. Предложение поддержали единогласно и вернуться к его обсуждению уже на ближайшем заседании Думы. Когда появился Саров? Как возник монастырь? Кто стоял у истоков создания ядерного центра? Именами каких известных ученых-физиков, работавших в нашем городе, названы улицы? В рамках совместного проекта РФЦНЕФ и Городского краеведческого музея прошел патриотический квест «Великая миссия» для школьников второй гимназии. Кто скажет, что экскурсия – это скучно и неинтересно, тот будет в корне неправ. Сотрудники ядерного центра ВНЕФ и Городского музея придумали для учеников города новый формат экскурсий – патриотический квест. Это стало полной неожиданностью для юных посетителей, которые совсем не ожидали, что в музее будут проверять их эрудицию и смекалку. Горбатый кот бабе плечет рёд. Старинная народная загадка поставила семиклассников в тупик. Дети, родившиеся в 21 веке, вряд ли вообще сталкиваются в быту с коромыслом. Разве что видели его на иллюстрациях в книгах. В зале быта крестьянской семьи экскурсоводы не просто показали и рассказали, как жили люди несколько веков назад, но и в игровой форме познакомили ребят с русским народным творчеством. Да, загадки понравились, они были очень интересные, но и достаточно сложными, поэтому было очень даже познавательно. Обычная экскурсия превратилась в интерактивную игру. Сотрудники музея в каждом зале вовлекали ребят в живой разговор о родном городе. Мальчишки и девчонки наперебой вспоминали названия улиц известных учёных, рассказывали факты, услышанные от родителей, бабушек и дедушек, подсказывали и помогали друг другу в игре с фантами. Мы в процессе рассказа предлагаем им поучаствовать и решить какие-то задачи, ребусы, или отгадать, например, какой-то экспонат найти, который зашифрован, так мы не говорим о чём, вернее, конкретно мы не называем, но говорим, чему бы это посвящено или о чём-то. Они уже ищут в процессе в зале вот этот экспонат или какую-то, например, карту. В пятый раз ядерный центр совместно с городским музеем проводит для школьников города экскурсии в формате патриотического квеста. Раз в месяц сотрудники музея знакомят детей с историей родного края, начиная с возникновения первых поселений на территории города и заканчивая развитием Сарова на современном этапе. Ребята пройдут по всем шести залам музея и познакомятся с традициями своего народа. Ведь краеведение – это очень важная вещь, это основа патриотического воспитания. Макет монастыря, одеяния священнослужителей 18-19 веков, образы святых и, конечно, преподобного Серафима Саровского. И другая сторона нашего города, как центр науки и передовой мысли. В привычных названиях улиц, об истории которых ребята не задумывались и воспринимали как данность, школьники увидели связь не только с учеными-исследователями, но и с великой историей великой страны. Мы рассказываем о первых годах объекта, рассказываем о людях, которые внесли большой вклад в историю нашего города, в историю страны и вообще в оборону нашей Родины, и валищи от Отечества. Курчатов, Харитон, Зернов, Музруков – имена великих ученых, исследователей, инженеров, конечно, знакомы с Саровским школьником. Но экскурсоводы рассказали о каждом известном человеке малоизвестные факты, чем немало удивили ребят. О вкладе физиков, ядерщиков, становлении и развитии оборонно-промышленного комплекса России в укреплении мира на Земле семиклассники слушали с особым интересом. Руками людей, которые жили здесь, в этом городе, работали в этом городе, был создан этот щит Отечества, не просто который спас город, условно говоря, или там область, и даже не страну. Этот щит Отечества спас всю планету Земля. За чашкой ароматного чая с пирогами в интерьере барской усадьбы XIX века семиклассники делились впечатлениями об увиденном и услышанном. Мне здесь все понравилось, но особенно мне понравился зал, где рассказывалось про историю монастыря, про святых, про то, как выглядел раньше монастырь, его история. Понравился мне больше зал, когда еще про зарождение жизни, так как вообще мне история интересна. Было очень интересно узнать о том, что здесь происходило в те времена, какие люди нас посещали. Также понравилось, как нас угостили. Это тоже надо отметить. В декабре сотрудники Краеведческого музея и ядерного центра подготовят для саровских школьников очередной интересный и увлекательный квест по краеведению. Формат таких познавательных встреч доступен каждой школе. Достаточно подать заявку на участие в очередной экскурсии по страницам истории родного города. Запись совершенно свободна. Какая школа записалась, какой класс, мы всех принимаем, никому не отказываем, только по желанию ребят. Формат патриотического квеста ограничен количеством участников. Один класс – это оптимальный вариант для интерактивной экскурсии. Мини-футбол в формате ночной лиги. В нашем городе проходят открытые соревнования по мини-футболу на Кубок Орфеоцнеев. В этом году турнир посвящен 70-летию российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. В борьбу за главный приз вступили 9 команд различных организаций и предприятий. В течение трех недель спортсмены будут играть в ночной мини-футбол. Ночный повод отказаться от футбола. Для Виктора Орлова футбол – это не просто любимая игра, а неотъемлемая часть жизни. Когда заканчивается сезон матчей на стадионе, тренировки переносятся в спортзал. И большой футбол переходит в другой формат. Спортсмены соревнуются в мини-футболе. Самую главную часть моей жизни занимает спорт. И я считаю, что человек должен придерживаться такого девиза, как «Ни дня без спорта». Команда «Торпеда» существует всего два года. В свое время друзья и однокурсники Виктора решили объединиться и составить конкуренцию старейшим сборным города. Они считают, что чем больше команд участвуют в соревнованиях, тем интереснее и зрелищнее футбольные турниры. В разных командах вместе играли когда-то. Поэтому решили собраться с своей уже бандой, так сказать, и выступить на соревнованиях. В открытом кубке «РФиац-Лнье» в команде «Торпеда» еще не удавалось занять призовые места. Но тем сильнее желание в очередных соревнованиях показать максимум своих возможностей. В этом сезоне футболисты уже сыграли с «Дюш» и «Кар». Матч закончился в ничью. Вторую встречу спортсмены провели с более взрослой командой «Динамо УВД», с которой не раз встречались на различных соревнованиях. В этот раз удалось обыграть легдарных соперников со счетом 3-1. Сильная команда, крепкая, то есть сложно очень было нам. Но все-таки справились. Так что хочу поблагодарить всех ребят. Молодцы, старались. Конечно, у мини-футбола другой формат. Всего пять игроков в команде и два тайма по 20 минут. Времени достаточно, чтобы вполне насладиться любимой игрой. Но отличие не только в этом. Играют другим мячом, а значит, меняется техника и приемы. Спортсменов больше волнует помещение, в котором проходит соревнование. «Как бы заниматься негде, и зал у нас не соответствует стандартам. И поэтому тяжеловато. Вот в этом зале, то есть он маленьких размеров, в принципе, тяжеловато играть». Ради любимого дела спортсмены готовы терпеть некоторые неудобства. Но позднее время матчи лишает игроков значительной части болельщиков. Виктор считает, что надо чаще проводить матчи в удобное для зрителей время. «Хотелось бы в дневное время, конечно, чтобы соревнования перенесли. Как бы для популяризации футбола это будет полезно, я считаю. Потому что не все, как бы, в первую очередь мы хотим задействовать в этом детей. Они не могут приходить в это время». Открытый кубок «Рфиац-Внеев» по мини-футболу в таком формате в нашем городе проводится уже более 10 лет. Интерес спортсменов не падает. В борьбу вступают новые команды, а состав других пополняется молодыми игроками. Традиционные соревнования проходят в спортивном комплексе «Рфиац-Внеев». «Это ночная лига. Она происходит в рабочие дни недели с 22.00, ввиду того, что раньше время в зале занято другими секциями. Это обычные соревнования в зале по мини-футболу. Больше у нас залов в городе подходящих для мини-футбола нет просто-напросто». Такая житейская проблема стала причиной появления в нашем городе еще одних спортивных соревнований – ночной мини-футбольной лиги. Несмотря на приставку «мини», в этой игре достаточно напряженных моментов, сильных эмоций и острых атак. Спортсмены, зная сильные и слабые стороны своих соперников, пытаются переломить ход турнировых встреч в свою пользу. «Перевенство в «НЕВ» и кубок «НЕВ» у нас проводится открытой. То есть участвуют как команды «Рфиац-НЕВ», так и городские команды. Команды будут играть пять туров. Каждая из сборных проведет в турнире по три-четыре встречи с соперниками. Всего в ночной лиге будет сыграно 16 матчей. «Команда разбита предварительно на две группы. В одной группе пять команд, в другой четыре команды. Выходит по две группы из команды. Затем полфинала, финал, игра за третье место». Заключительные игры на право обладания заветным трофеем состоятся 7 декабря. Команды проведут матчи за третье место на пьедестале почета, а две сильнейших сборных разыграют золото и серебро и главный приз – переходящий кубок «Рфиац-НЕВ». На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждый среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова